здравствуйте с вами канал удачные рецепты с анюткой и сегодня на канале алкофан мы приготовим настойку из цветов одуванчика собираем цветы вместе со стеблями и быстренько промываем в холодной воде затем цветы раскладываем на ткани или пергаменте сушим одуванчики в темном месте подготовленные цветки укладываем стеклянную банку и плотно утрамбовываем заливаем их водкой убираем темное место на 21 день раз в пару дней встряхиваем процеживаем готовую настойку и храним в темном месте нарочно настойку используют при мышечных болях подагре артрите астерохондрозе и других заболеваниях костей и суставов для этого следует каждый вечер натирать больное место если есть возможность то и утром после процедуры в холодное время года нельзя выходить на улицу минимум три часа внутренняя настойка применяется при простуде кашле и бронхите анемии утомляемости синдроме хронической усталости болезни опорно-двигательного аппарата реабилитации после переломов и вывихов атеросклероза ослабленных суставов излишней неврозости эпилепсии болезни легких вплоть до туберкулеза после приема курса антибиотиков при хронических заборах и метеоризме гипертонии при отечности при нарушении обменных веществ и ожирений а также как общее укрепляющее средство при ослабленном иммунитете принимаем в среднем по 25 миллилитров три раза в день за полчаса до еды длительность курса составляет 21 день промежуток между курсами неделя подряд проводим 3-4 курса затем делаем перерыв на месяц стоит учесть что препараты из-за дуванчиков обладает слабительным действием поэтому начинаем прием с маленькой дозы по 10 капель и постепенно по мере привыкания организма увеличиваем дозу также перед употреблением можно добавить мед облепиховое варенье или развести водой воды добавляем не более 100 миллилитров не стоит принимать настойку при беременности и лактации желчнокаменной болезни гастритах и язве желудка в период обострения индивидуальной непереносимости и пациентам с удаленным желчным пузырем также не стоит забывать что самое лечение может быть опасным обязательно проконсультируйтесь с врачом